Проходил я службу 8992 в составе 38 бригады разведывательных кораблей Тихоокеанского флота. Наши задачи были выход в море, прохождение базам, американским базам и вычисление их выхода кораблей, подводных лодок, самолетов. Базы их не базировались, Гавайские острова, Маршаловы, Алиутские, ну то же самое они как бы к нам приходили на Камчатку, которую они называли осиное гнездо подводных лодок. Служба интересная, выходы в море были по 5 метров без захода в порт, ну и нас в порт никуда не пускали, потому что мы как разведка. Могли мы подходить там 30-мильная зона и 3-мильная зона по зависимости от времени. 91-й год, развал Советского Союза, мы находились в море, я по корабельной специальности радиотелеграфии за секречной аппаратурой связи. Когда к нам пришла телеграмма, что пошел развал Советского Союза, мне замполит корабля принес ответную телеграмму, которую я передавал, что на корабле бунта нет, службу несем в боевом режиме, все у нас нормально. Когда пришли с моря, прибалты, они сразу начали панику поднимать, в общем, прибалты, ну, уволили их, они ушли себе, прибалтицы. Я так тоже подошел к замполителю, как может, и я на Черноморский флот, а он сам у нас с Одессой, капитан-лейтенант Яблецкий, на то время был. Он говорит, нет, будешь дослуживать со мной, здесь же ж. Ну, вот он служил, в 90-м городу вернулся. Так как я по профессии электрослестор подземный и до службы работал на шахте, то так же же на свое предприятие вернулся, на шахту. Касательно 2014 года, в кошмарном сне они могли себе представить, что такое, что будет война. С моей бригады два человека ушли на Славянск. Я даже об этом бы не знал, они как бы, это все-то, ну, тихое, ну, и ушли. Потом, когда со Славянска вышли, они приехали на шахту. Ну, да, ребята поменялись вообще, как бы, у них мировоззрение поменялось на мир. Ну, и, получается, они потом поехали в Сибирск на базу. И в августе, 14-го, в начале августа, украинские глацисты, скажем так, нанесли удар по Мосвина. Разбили шахту в дребезги. Полностью АБК сгорело. Перебили канаты на скиповом створе. Скипов улетели вниз. Побило ствол. В общем, такое. Я в этот день был выходной дома. Мне механик позвонил, говорит, на работу не выходи, потому что был удар по Мосвина. Там много людей погибло. Была пересменка, 6 человек погибло на шахте. Ну, благодаря женщине, которая у нас начальник отдела кадров, она вынесла сейф с трудовыми книжками и спрятала у себя дома в подвале. Поэтому трудовые книжки как бы сохранились. Ну, у меня там загорел диплом. Было там, конечно, страшно, Мосвина. Подъехал отец с отцом на машине к дому, ко двору. И прямо в машину угодил этот город. Ну, загорело все полностью, и они погибли. У меня товарищ, там, с Мосвина, у него своя газелька была. Мы первое время ездили, развозили хлеб, воду. Ну, где-то, может, неделя прошла, я решил пойти на войну. Пришел, я попал в подразделение батальон «Восток». Первое, куда я попал, это «Ясеноватое». «Ясеноватое» мы стояли в районе военкомата, там фитнес-центр был. Первый раз укропы туда зашли на БТРах, но отбили эту атаку. Они ретировались, в общем. Неделя-полторы мы, может, пробыли в «Ясеноватое». И потом утром, в 4 утра по тревоге нас подняли, мы пошли на «Ясеновку». «Ясеновки» мы расположились в школе временно. И часа через два пошли в атаку на «Пантелемоновку». Первая группа пошла с захвата, и сразу взяли три БТРа, отжали укропов. Ну и ребята, кто закрепился там, на «Пантелемоновке», мы были на водохранилище. На водохранилище мы там окопались, стояли там, ожидали дальше приказа, куда дальше идти. Потом мы переместились ближе к «Пантелемоновке». Была подготовка, и в 20-х числах января пошли мы освобождать поселок «Красный партизан». Там стоял укроповский блокпост, это же Горловская трасса, получается, что прямо на Донецк. Она была перекрыта укроповским блокпостом, потому что люди ехали по Канальской. Там дорога убитая сильно. Вот горловчане в основном туда же заворачивали под мост перед «Пантелемоновкой». С утра нас предупредили, что пойдем в атаку. Прошла подготовка, у нас был один танк и две «Бэхи». Вот мы на «Бэхах», танк впереди. Пошли мы на «Красный партизан». Там на «Красном партизане» водокачка и большая такая же, это же высокая труба была. Там сидел снайпер. Ребята, я не знаю, позвоночник старшина, стрелок-наводчик. С первого выстрела попал туда, в эту вышку. В общем, разлупил ее. Когда мы подошли, там склады АТБ стояли. Уже зашли наши, потому что мы брали, получается, со стороны Синовского блокпоста. Мы шли с трех направлений. Мы со стороны горловки. И снутри «Красного партизана» наши три танка подошли к этому АТБ. Когда мы уже подходили, танки уже АТБ расстреливали. Мы подождали зачистку танков. И потом пошли на зачистку поселка. При зачистке поселка вперед вышел там командир взвода. Позовной десант. Они вдвоем еще. Я не помню позовной этого парня. Поступила команда, что его ранило. Ранило в брюшную полость. Я со мной, Барс. Вдвоем мы побежали помогать его, чтобы его вытащить. Так как он такой грузный, где-то под 100 килограмм даже, наверное, побольше. Тянуть его там неудобно, потому что подъезды к каждому двору, бордюры, деревья, елки. Постучали во двор, попросили у гражданских одеяла. Дали нам одеяло, мы его погрузили на одеяло. Ну, в общем, вынесли. Последствии, слава богу, живой. Зелали им операцию. Потом он стал замполитом у нас в батальоне. Ну, это мы были, как бы, сначала была подриона, потом бригада. А потом же нас взяли в корпус. При зачистке и при взятии партизана, с нашей стороны два раненых, один погибший. Со стороны укропов, там, нормально их положили, плюс взяли в плен. Что самое удивительное было, когда общались с пленными, Он там был такой, спросили, откуда он. С Денпропетровска. Нашивка, рабовластник. Чего сюда пришел? Сколько роков? Два, четыре роков. Чего ты сюда пришел? Вот, мне не пообещали горную автивку, двухповерховую домивку и пять рубив. Вот с такими намерениями они и шли освобождать Донбасс. То есть за рабами. Вывели мы их с партизана. Дальше не пошли, потому что, по-видимому, ну, командование сказало, стоп. Ну, это и людей-то не сильно-то было много. Потому что можно было взять скотоватую, но скотоватая находится внизу. Просто нас бы там накрыло все. Хотя местные жители говорили, почему вы дальше не пошли? Они убежали аж до Константиновки, тут никого нет. Так мы там заняли позиции. Получается, окраина красного партизана. Перед Верхний Торецкий. Заняли мы позиции, поставили свои блокпосты. Видимо, так был такой приказ, что мы в течение года там находились. Эту Гурловскую трассу мы охраняли. Когда мы стояли там, как-то в ночь, они градами дали по красному партизану. Побили детский садик. Ну, там школа, детский сад рядом. Попали в дом, пятиэтажный град. Слава Богу, что в квартире никого не было. Люди там живые остались. Ну, в принципе, осталось без жертв. Просто побили дома, в школу мы ночью бежали в детский сад. Выкидывали эти матрасики горящие, чтобы пожар не взялся. В общем, потушили это все. На утро приехала ОБСЕ. Там один был русский. Что мы так с ним начали. И была полячка. Такая баба. Смотри, ты не была противная. Вот она там все ходила, там что-то писала, писала. Ну, в общем, они грады прям валялись на асфальте. Было же видно. И мы вытягивали. И местные потом притягивали. Куски этих ракет. Ну, а что там они отписались и уехали. Но это бы закончилось. Приехали наши ребята аварийщики. Латали трубы газовые. И мы, как мы там находились, местным помогали. Ну, по возможности что-то нужно было сделать. Потом же, да, приезжали замерщики. Вставляли стекла, латали крыши. Около года мы иногда находились в этом партизане. Обеспечивали блокпосты. У нас были перед Верхним Торецком и на самой этой трассе. Потом на основной трассе мы убрали блокпост. Начали выезжать в поля. Там окопались. Ну, получается, как бы скотоватую держали в полукольце. Там в полях уже вместе с горловчанами. У нас последние позиции уже горловчане были.